В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте. На этой неделе мэр Виктор Павленко побывал с рабочей поездкой в двух округах – Ломоносовском и Октябрьском. Это стало основанием для множества важных поручений – как главам администрации, так и руководителям муниципальных предприятий. Такие рабочие поездки происходят регулярно, но сегодняшняя – внеплановая. Ее маршрут был известен только мэру Архангельска. Главы администрации и специалисты городского хозяйства брали на карандаш замечания градоначальника. На проспекте советских космонавтов большее внимание следует уделить уборке мусора, а на улице Теснаново – чистоте автобусных остановок. Также было поручено убрать грязь на переходах и мостах на пути в аэропорт Алаги. В Ломоносовском округе в центре внимания участников поездки стали работы по строительству жилья. Сегодня с большой такой рабочей группой мы посмотрели два района в части и строительства, и благоустройства. Вот мы находимся здесь как раз на набережной, где идет строительство. Вы видите, кругом в городе краны, кругом идет строительство. Это говорит о том, что и жива строительная отрасль. И значит мы, как руководители города, мэрия, создаем условия для того, чтобы коммерческое жилье строилось. Причем, конечно, цена, к сожалению, квадратный метр достаточно высокая, но очередь стоит даже по квартирам по коммерческому жилью. Поэтому вот эти все составляющие строительство, социальное жилье, как бы оно трудно не шло, как бы не было проблемно с подрядчиками, с какими-то там инфраструктурой. Но мы ее все равно строим и будем продолжать, и задачу, которую поставил президент, будем выполнять. Застроенные территории и расселение за счет строителей. И строительство и создание комфортных условий для строительства коммерческого жилья, где люди вкладывают свои средства, кредитные, собственные средства, ипотечное кредитование и так далее. С 2011 года по инициативе мэра Виктора Павленко в Архангельске реализуется программа развития застроенных территорий. Муниципалитет предлагает инвесторам по минимальной цене 43 участка для нового строительства. Планируется снести более 350 деревяшек. Новые квартиры получат свыше 10 тысяч горожан. Главное условие – расселение ветхих домов. Я считаю, что эта программа очень действенная. На сегодняшний день, конечно, это требует очень большой скрупулезной работы. Анализа, что за жилье, сколько проживают жители, квадратные метры, кому оно принадлежит. И такая работа в течение двух, даже, наверное, трех лет ведется планомерно. Результат этой работы следующий. На сегодняшний день готовых таких проектов порядка уже 50. В результате проведенных торгов где-то 12 договоров уже заключены. По некоторым договорам уже начаты работы. Потому что с момента заключения договора идет проектирование объекта. Мы, конечно, строители к нам обращаются, чтобы разрешили поэтапное, скажем, поэтапное планирование и строительство. Мы не идем на этот шаг. Должно быть полное понимание, что будет на этой территории, какие дома, какая инфраструктура, как будет идти переселение. Для того, чтобы была гарантия и выполнить перед жителями обязанности. Поэтому мы идем по такому пути. Не менее важный вопрос городского масштаба – ремонт дорог Архангельска. В этом году на эти цели из городского бюджета выделено более 100 миллионов рублей. В списке адресов – десятки проблемных участков города. От Талашского шоссе, улицы Сибириковцев до улицы Силикатчиков. К сожалению, масштабы ремонтных работ для областного центра не так велики. По нескольким причинам. Одна из них – замораживание региональным правительством программы развития Архангельска, как областного центра. Те глобальные задачи, которые мы планировали, и под них сделали проекты, потратили 120 миллионов рублей, она, к сожалению, пока не идет. Поэтому здесь таких капитальных, к сожалению, еще раз говорю, по дорожных работ в этом году не идет. Но мы надеемся, все-таки в следующем году программа пойдет и эти работы будут идти. Сейчас это текущий ремонт, на который вот сейчас это 30 миллионов рублей, там идут торги по закону, это по фонду, дорожному фонду, это еще там более 70 миллионов рублей, намечены планы. Но 70 миллионов рублей – сумма критически маленькая. В столице Поморья живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта. А это колоссальная нагрузка на дороги города. Поэтому из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск может и должен получать больше. Дорожное строительство, ремонт дорог, оно должно быть идти планомерно. Вот мы почему имели такую негативную ситуацию. Потому что основные работы были сделаны в 2008 году, прошло уже 6 лет. Основные гарантийные сроки от дорожников – это 3-5 лет. Вот еще плюс погодные условия, к сожалению, вот такую трудность. Но, несмотря на вот малые деньги, мы постараемся, конечно, максимально сделать на дорогах, чтобы было действительно комфортно. Работы по дорожному ремонту муниципалитет продолжает. В планах – обновление асфальтового покрытия на улицах Кировская, Смольный-Буян, а также на проспекте Ломоносова. В Архангельске продолжается ремонт наиболее проблемных участков дорог. Техника работает во всех округах города. Как обстоят дела с ремонтом в Октябрьском округе – в нашем следующем сюжете. На проспекте Ломоносова, участок от улицы Комсомольской до улицы Суворова, работает техника предприятия «Архкомпос». Специалисты проводят фрезерование поврежденных зон дорожного полотна. «Занимаемся фрезеровкой, подготовкой и затем, естественно, асфальтировкой. Еще также на участках Теснанова-Бадигина, Сибиряковцев, Космонавтов». На проспекте Ломоносова специалисты планируют заасфальтировать больше 20 ям. В списке адресов дорожного ремонта значатся и другие проблемные точки. На этой неделе начнутся работы и на пересечении проспекта Ломоносова с улицы Гагарина. Этот участок, пожалуй, самый проблемный в городе на сегодня. Замены здесь требуют 300 квадратных метров дорожного полотна. Из-за большого транспортного потока этот участок улицы Гагарина пришел в негодность. А последний раз работы по укладке асфальта проходили здесь три года назад. В планах дорожников замена бортовых камней на улице Поморской, а также наведение порядка на придорожной территории. Продолжая тему ремонта дорог в нашем городе, мы отправимся на Товарское шоссе. А также узнаем о том, какие дороги стоят в планах на ремонт уже в ближайшем будущем. Работы начались по адресу Толажское шоссе 1. В короткий срок предприятие Архкомхоз устранило дефекты на 25 квадратных метрах асфальтового полотна. Производилось фрезерование, проливка битумной мастикой и закладка асфальтобетонной смесью. Сегодня где еще будут работы продолжены? Советских космонавтов. В общем, по всему городу нарезка производилась ночью. Будем закладывать то, что было напелено ночью. Работу в две смены предприятие Архкомхоз ведет с самого начала дорожно-ремонтной кампании. Результаты впечатляют. Асфальтовые несовершенства устранены на более чем 50 участках дорог города. В планах дорожников проведение работы и на улице Ваучейского, от проспекта Ломоносова до проспекта Чумбарова-Лучинского. Замены здесь требуют больше 7 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Аналогичная ситуация и на улицах Кировская, Мостовая, Смольный-Буян. Это также адреса ближайших работ. Из городского бюджета в этом году на ремонт дорог выделено более 100 миллионов рублей. Если с дорогами ситуация под контролем и мы каждый день видим улучшение проезжей части, то с чистотой в наших дворах дела обстоят не так оптимистично. Мы продолжаем инспектировать город на предмет чистоты и в этот раз отправимся в Маймаксанский округ. Есть ли там необходимость масштабного наведения порядка? Ответ у Алексея Карельского. Из 6,5 тысяч домов в Архангельске две трети деревянные. В Маймаксанском округе таких построек большинство. А это и отсутствие мусоропроводов и обилие помойных ям. Если их своевременно не вычищать, мусор начинает отвоевывать придомовые территории. На дорожке, которая некогда связывала дом номер 82 по улице Победы с его корпусами, уже несколько месяцев растет курган отбросов. Огромную кучу мусора местные жители огибают по запасному пути. На тропу войны со своим детищем они выходить устали. Помощи-то нет. Наша жилком сервисная компания плохо очень работает. У нас здесь вообще никогда не убирается, никакого прохода нет. А почему люди-то бросают прямо на дорогу между домами? Да потому что больше некуда. Контейнера стояли, увезли. И больше их нам не вернули. Схожую картину наблюдаем в районе дома номер 14 по улице Михаила Нового. Та же управляющая компания, Архгоржилком сервис, тот же результат. Мусор с тараниями ветра и собак бороздит просторы прилегающих к дому территорий. От помойной ямы мало что осталось. У нас раньше стояли три контейнера. Максимум, бывало, что задерживаются, раз в неделю их убирали, очистили. Такого беспорядка не было. До Нового года, наверное, где-то было выгребание. И вот, я говорю, 7 или 8 мая это убрали. А дворник вообще бывает? Дворника никакого не бывает. Вопрос, почему месяцами не убирается мусор, не остается риторическим. Адресуем его прямо директору Архгоржилком сервиса Сергею Поздееву. Очень тяжело у нас с финансами. Значит, мы вот в мае месяце, вернее, конец апреля, начало мая по Маймаксе работы вели. И по северному округу. Потом у нас, скажем так, в связи с неоплатой подрядчики отказались работать. Разлучало на планерках даже у мэра, что плохо мы, значит, работаем. Вот нашли финансовые возможности, будем исправляться. Нет варианта вернуть контейнер? Сейчас, да, мы рассматриваем этот вариант. Подождем, посмотрим. Тем более, что администрация Маймаксанского округа готова помогать Архгоржилком сервису. Хоть при этом и своих забот по уборке хватает. Привлекаемые силы, администрация округа, дворники, это в количестве 30 с лишним человек, плюс дворники управляющих компаний. У нас их четыре, вот, и все, в принципе, сейчас брошены все силы на уборку мусора по всей территории округа. На сегодняшний день у нас убраны центральные территории округа, бревенник, 29-й лесозавод. Еще работы достаточно, поэтому сейчас будем подключать еще дополнительные силы. Есть в округе и те, кто обходится своими силами и берет дело благоустройства в свои руки. Порой действительно золотые. Настоящие хозяева дома номер 102 по улице Заводской не раз праздновали победу в городском конкурсе на лучший дворик. Не поделками едиными они поддерживают его высокий статус, но и порядком. Семь домов выходим, вот 9 мая выходили, после 9 уже выходили. Убираем все, чистим. А насколько важно именно с самим жильцам прибираться? Или можно, в принципе, все уповать на управляющую компанию? Ну нет, с ним приятно жить, где живешь, там, как говорится, не гадишь. Лучше убрать, приятно. У нас и дети, и внуки все бегают туда. А у вас от управляющей компании дворники бывают? Нет. А платите за это? Точно не знаю. По-моему, платим. А какая у вас управляющая компания? Мегаполис. Управляющей компанией Мегаполис, можно сказать, повезло с такими клиентами. Правда, ответственность за уборку с организацией никто не снимает. Вот, например, в каком порядке поддерживает контейнерную площадку возле дома номер 13 по улице Буденова обслуживающая организация «Зафремстрой». Ни единого намека даже на окурок. Оказалось, дело в двойной уборке. У «Зафремстроя» нашелся помощник. Жительница поселка гидролизного завода Любовь Шишова сама себя называет волонтером чистоты. Каждый день тренирует поясницу во имя порядка. Дворник у нас вот здесь подберется, вот у этого дома. Потом где-то там еще он ходит, подбирает. А он вот там немножко подберет, вот там. Я выйду, смотрю, грязно. Я опять все подобрала. Скажите, а вы как-то агитируете, может быть, соседей, чтобы тоже к вам присоединились? Да я никого не хочу агитировать. У меня есть здоровье. А по доброй воле к вам кто-нибудь присоединит? Никто. Никто. Вот еще ни разу. Во дворе дома номер 114, корпус 2 по улице Победы, идейных борцов за чистоту тоже, похоже, нет. В едином такте с воздушными массами колышутся и порхают по придомовой территории пакеты и прочие легковесные отбросы. С грустью взирает жительница девятиэтажки Лидия Кузакова на мусор, загадивший ее полисадник. Я не знаю, как с ним бороться, а мусор обычно летит. Вот, обратите внимание, контейнера вывезены. А когда их заберут, это еще неизвестно. Вот сегодня ветер. Ветер весь несет мусор вот сюда. В мой хороший полисадник. Дворник старается, конечно, это все убирать. Вот он утром прошел, все убрал. Но ветер все разнес. За подобное дефиле контейнеров у панельной многоэтажки отвечает все тот же за фремстрой. Видимо, набрав в управление много домов, везде не поспеешь. А вот редкий пример, когда лучше меньше, да лучше. Организация «Химик» обслуживает всего один адрес. Менделеева, 14, корпус 1. Дело в том, что эта девятиэтажка кооперативная. Строилась еще работающим гидролизным заводом для своих сотрудников. Предприятия уже нет, своя обслуживающая контора осталась. У нас все устраивает. Уборка хорошо. Это самое около, домов у нас всегда чисто. Дворник часто бывает? У нас есть, да. Дворники тут свои. Все свое, это самое своя. У нас никогда ничего тут нету, чтобы снег был. Лишь что ли у нас чисто. И в подъездах чисто. В погоне за монетой многие управляющие компании стремятся пополнить список домов. При этом качество уборки территории страдает. Техники и дворников мало, площадей много. В результате сами обслуживающие организации получают. Кто негативные отзывы, а кто и по шапке. Конечно, в судебном порядке. Отсюда вывод. Бери ножу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Варавино-фактория. Еще один округ, который на прошедшей неделе посетила наша съемочная группа. Как здесь обстоят дела с чистотой во дворах, вы узнаете прямо сейчас. Знакомьтесь, Галина Ивановна Южанина. Жительница дома по улице Воронина, 29. А по совместительству местный борец за чистоту. Под ее надзором управляющая компания здесь регулярно наводит лоск. Как у дома, так и на контейнерной площадке. Маленьких пацанов посылают в другой раз. Ну, мимо бросят. Но все равно к этой хоть бросают. Ну, а так нормально вроде. Ну, школьники тут бегали в другой раз. Ну, тут убирали тоже, убирают. А как часто вывозят мусор? Каждый день вывозят. В том, что улица Воронина настоящая цитадель чистоты, убеждаемся и во дворе дома номер 33. Здесь за порядок ответственно управляющая компания «Связь Кабельстрой». И как смогла убедиться наша съемочная группа, управляющая компания «Связь Кабельстрой» с жителями этого дома связь поддерживает неплохо. Чисто как у подъездов, так и на мусорной площадке. И даже территория вокруг нее убирается управляющей компанией регулярно. И увиденная картина не обман зрения. За регулярностью вывоза мусора местные жители следят в ежедневном режиме. В контейнере площадки хорошо убирается. Нормально. В поисках мусора отправляемся на Ленинградский проспект. Но и там чисто, благодаря активной работе Советов домов и выходам жителей на многочисленные субботники. Большую помощь в организации субботника нам оказали Советы домов. Мы за это им выражаем большую благодарность, потому что граждане вышли организованно, дружно и навели чистоту в своих дворах. Большую помощь нам оказала администрация. Они нам помогли с инвентарем, с вывозом мусора. И тем не менее, проблема с вывозом мусора в округе все-таки есть. Территория у дома по адресу проспект Ленинградский, 277, корпус 1 похожа на поле мусорного боя. Многочисленные коробки, банки, пакеты, прочая грязь рядом с контейнерной площадкой. Да и на самом мусоросборнике картина не лучше. Тусклых серых красок в нее добавляют старые ветки, валяющиеся рядом целлофан. Прямое отношение к создавшейся ситуации имеет управляющая компания «Мажордом». А здесь такая вот картина, как часто наблюдается? Постоянно. Постоянно такая грязь. Мусор как часто вывозят? Мусор вывозят. Мусор хорошо вывозят. Машины приходят. Но дело в том, что много носят мусора. Они не успевают там вывозить. Они только увезли, тут же все, опять все полные контейнера. Разобраться в причинах такой неуспеваемости пытаемся в администрации округа. Может, слишком большая нагрузка наука «Мажордом». Но нет. В черном списке еще несколько компаний. Чтобы засилье мусора не приняло угрожающие масштабы, администрация использует все ресурсы. Техника у нас работает сейчас достаточно часто, практически в ежедневном режиме. Подрядчики у нас работают тоже ручной, подбор ручной. Осуществляют мусора с территории, в общем, места общего пользования. Работа ведется по всему округу. Но на улице революции пока затишье. Изредка слышен шорох пакетов, да звон битого стекла. Скажете, ну это еще не так плачевно. А как вам такая картина? Сказать, что на этой площадке мусор лежит годами, не сказать ничего. Тут тебе и крупногабарит, и твердые бытовые отходы, и еще много чего, скрытого от глаз в сотнях мешков и коробок. Наблюдали здесь мусоровоз за последнее время? Если честно, специально один раз наблюдала. Именно взял контейнер, унес, а все, что рядом, никого не волнует. Да и то, что внутри мусоросборник переполнен, тоже мало кого волнует. В том числе и ТСЖ Варавина Фактория, которая работает на этом участке. Или не работает. Она у администрации округа также в числе аутсайдеров. Если жители хотят чаще вывозить мусор, то есть надо вот как-то решить, сколько раз, что для этого нужно. Повысить расценки или какую-то другую организацию привлечь. Эти вопросы решаются на собраниях собственников жилья. И чем быстрее такая встреча произойдет, тем болезненный мусорный вопрос будет решаться оперативнее. Так же, как разрешился он по знакомому нам адресу. Через несколько часов после визита съемочной группы на проспект Ленинградский 277, корпус 1, управляющая компания таки соизволила вывести надоевший жителям мусор. То ли мы так благотворно подействовали на ситуацию, то ли вправду говорят. Ведь можем, когда захотим. На прошедшей неделе в Архангельске состоялась торжественная церемония открытия плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису среди женских команд. Для нашего города это событие уникальное, ведь соревнования такого уровня проводятся у нас впервые. Как проходила церемония открытия? Материали Алексея Карельского. Спортивный сезон мастеров «Малой ракетки» близится к завершению. Позади четыре изнурительных этапа в разных городах страны. Развязка долгого пути девушек к педесталу почёта решением Федерации настольного тенниса России происходит в Архангельске. Здесь играет самая высшая лига среди женщин, женская премьер-лига. А сегодня у нас начался завершающий этап этой женской премьер-лиги. Этот этап называется плей-офф. Играют четыре сильнейшие команды клубного чемпионата страны. То, что соревнования подобного уровня проводятся в столице Поморья, во многом заслуга девушек, которые защищают цвета клуба настольного тенниса «Родина». В прошлом году они стали чемпионками России. Несмотря на то, что в команде лишь одна северянка, легионеры сражаются за честь нашего города, как за своего родного. В том числе и капитан женской дружины, москвичка Анастасия Воронова. Мы очень старались, чтобы эти соревнования, то есть финальные соревнования клубного чемпионата проходили именно на нашей земле, то есть на Архангельской, за кого мы играем в этом году. Усилие колоссальное, я считаю, что продвинуться так за несколько лет, что многие спортсмены в России узнали вообще про то, что имеется школа, то, что имеются дети, которые растут и показывают некие результаты на российском уровне. За приезжими мастерами подтягиваются архангельские теннисисты, а за ними идут и просто любители пинг-понга. В последние годы этот вид спорта в нашем городе совершил стремительный марш-бросок вперед. Об этом на официальном открытии турнира говорил и мэр Архангельска Виктор Павленко. Сегодня 14 секций, клубов, из них три в детских спортивных школах занимаются именно настольным теннисом. У нас проводится более десятка различных соревнований по настольному теннису. И очень важно, и, наверное, это тоже дало толчок, я очень благодарен и президенту Федерации настольного тенниса области, и он же руководитель клуба «Родина», «Родин» Алексей Федорович, о том, что в прошлом году мы совместно сделали такой проект, это 100 теннисных столов во дворах установили, и ребята стали играть в теннис. Где есть массовый спорт, там есть и спорт высших достижений. Успехи клуба настольного тенниса «Родина» тому подтверждение. Завтра наши девушки поборются за выход в финал с соперницами из Нижегородской команды из «Дюшор» номер 13. По итогам противостояния им предстоит играть либо с гостями из Таганрога, либо из Тюмени. Решающие поединки пройдут 7 и 8 июня. В конце нашего выпуска отправимся в гости к Снеговику. Он поселился в культурном центре Соломбова Арт. Что делает этот сказочный персонаж в нашем городе летом, узнаем прямо сейчас. О том, что Архангельская родина Снеговика, известно далеко за пределами поморской столицы. Но вот то, что в нашем городе у него есть своя резиденция, для многих в новинку. Поиграть на сказочных барабанах, на скрипке и, конечно же, познакомиться с самим Снеговиком. Все это можно сделать здесь, в волшебном доме. А приоткрыв эту дверь, можно стать свидетелем и непосредственным участником чудо-опытов. Сделать из кусочков мела осьминога или позвонить по видеосвязи сказочным персонажам, например, курочке рябе. Волшебный дом Снеговика – не просто место развлечений, но и настоящее Мекка для туристов. Повысить его экскурсионную привлекательность – сегодня задача номер один. Мне кажется, не только для ребят из нашего города и области этот объект будет интересен, но и для туристов юных из других регионов. Наши юные туристы очень любят, когда им дается возможность что-то сделать своими руками, поучаствовать в интерактивной игре, поучаствовать в мастер-классах. Чтобы посещение дома было комфортным как для горожан, так и для гостей города, мэрия Архангельска этой весной провела масштабное обновление объекта. И мы очень надеемся, что этот бренд и что этот объект даст свои результаты. И мы добьемся того, что у нас будут туристы ездить не только в летний сезон, который и так высоко затребован, но также и в другое время года. Кстати, волшебный дом Снеговика ежедневно открыт для экскурсии. Вся информация по телефону 22-54-33. В эфире была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова